здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем здравствуйте ну а мы как всегда сначала на летнюю резиденцию сейчас она у нас мартовская поскольку март слышите там звуки вот это мой муж рубит дрова дровишки нужно протопить хорошо дачу солнышко такое видите и в то же самое время тучки я хочу вам показать как это все красиво смотрится солнечных лучах и опять тучка это выходит то заходит и такая красота и вот наше йодовое озеро жалко камера не передает оранжевого цвета ну и я с чашечкой со своей выхожу на берег посмотреть не побросали мне здесь ли мусор рыбаки и заодно наслаждаться с вами вместе у меня очень вкусный чай шалфей лаванда и листья облепихи вот такой чай шалфей лаванда листья облепихи все в равных количествах когда говорят делать чай я делаю чай как хочу главное чтоб я давитых травок туда не бросать потому что помимо таких трав у меня есть и ядовитый да но они очень эффективны если какая-то болячка или если суставы выкручивают или еще что то поэтому из них делаем мази из них делаем растирания массажные всякие дела лосьончики вот для этого они нужны вот так вот сейчас несмотря на то что март месяц вы знаете я накопала топинамбур хорошие довольно таки клубеньки я все время приезжаю за топинамбур чем хорош что он всю зиму у меня здесь песок в принципе у меня песок видите и именно на даче песок и поэтому он хорошо хранится прямо вот там я его который оставляю который не выкапывал сейчас очень важно принимать кушать много овощей и фруктов и у меня знаете организм прямо просит просит зеленой фасоли спаржевой я прям последнее время сижу на ней такая тишина так я люблю когда никого еще нету в марте то не особо кто ездит это я и зимой и в марте сюда я всегда я не пропускаю как другие пропускают там как удается я сразу вперед и в на летнюю резиденцию сюда один день здесь переночевали поехали на море там переночевали потом назад в город потом снова туда где строим дом в общем везде 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 меня спрашивали по поводу сердечно-сосудистых заболеваний знаете так много у нас интернет-братишек и интернет-сестренок сердечно-сосудистыми заболеваниями я даже не ожидала девчоночки но первое я всегда говорю я не врач это для тех кто только что только что только что к нам присоединился я не гуру я просто человек у которого есть хобби много-много лет более 10 лет травы фитотерапия наверное около 15 лет наверное так и вы знаете за эти 15 лет я столько узнала причем это такое удивительное хобби которое никогда абсолютно никогда не надоедает и всегда можно чему-то научиться бесподобное хобби просто без подобное а про сердечно-сосудистые знаете травок огромное количество и вот смотрите так я вот сейчас сюда видите ставлю и чтобы не утонуть мне а то где нибудь провалюсь и все и расскажу это же я за бумажкой для смотрю кто-то бросил здесь вот кто это что бросил рыбаки я за ними что это написано написано шару не пойму я что это такое в общем это выбрасывать и вон он еще бросил окурок но вы себе представляете ну что за люди но до окурка я уже я его все равно заберу я все равно его в пакетик положу у меня пакетик специально и я все 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 туда чтобы у меня чистенько и хорошо было в общем знаете что я вам хочу сказать по поводу сердечно-сосудистых заболеваний нужно я уже как-то рассказывала запомните нужно не кушать жирное жареное просто исключить дайте сосудом почистить себя вот дайте им возможность до тех пор пока вы капля за каплей будете выжаривать пищу и кушать жареную картошку жирные виды мяса свинину в частности никак никак вы свои сосудики не подчистите просто никак потом почему потому что соль она вот нам надо пить водичку да нам надо пить 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 чистую воду но соль и жиры удерживают воду как же вода ваша будет проходить по сосудам и промывать если соль и жиры удерживают вот я как бы так объясняю сахара это тоже удержатели тоже отрицательно воздействует на сосуд и на холестерин холестерин в крови не тот который надо отдавайте предпочтение продуктом который содержит соли калия вот просто откройте себе и посмотрите какие продукты содержит соли калия надо мной прямо тучки собираются потому что знаете почему соли калия потому что они способствуют вот соли калия способствует выведению лишней жидкости и улучшают работу сердца я всегда говорю калий когда кушаю хурму всегда говорю мне калий нужен кто-то мне писал помните я рассказывала не кушайте много хурмы я много хурмы кушаю каждый год много я показываю вам что я ящиками как-то показывала да ящиками просто ящиками покупаю хурму и мы всей семьей кушаем даже если мой сын он не любитель хурмы но я делаю ему такие десерты с творожком что он даже незаметно поглощает огромное количество хурмы хочет он этого или нет потому что калий а калием богат еще курага но с курагой если она обработанная дружить нельзя а если вы сами ее насушили у кого абрикоски растут сушить и сушить и сушить и вот потому что там очень много калий вообще абрикосы в сезон абрикосовый в абрикосовый сезон кушайте в огромном количестве что еще у нас есть чернослив подумайте то же самое если вы сами сушите или покупаете у бабушек или у покупаете у хозяюшек не столько бабушек вот это слово мне бабушки потому что я сама сушу чернослив и вот это слово бабушки мне не подходит у хозяюшек если вы покупаете курагу настоящих хозяюшек они обработанную которую привозят но кто-то мне что-то написал вот они привозят то вы вполне 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 себе себя запасете солями калия еще изюм плоды шиповника очень хорошо но не забывайте что что делает плоды шиповника они сгущают кровь а чтобы не сгущалась кровь очень простой способ когда вы употребляете плоды шиповника смешиваете с листочками большое количество листиков малины или просто с малиной или с капельками лимона или же с ежевикой или же с что еще у нас вишня это разжижает кровь это получается вот такая компашка которая не будет сгущать шиповник вот обычно я всегда советую с малиной шиповник малины это изумительно даже можно сделать смесь шиповника с малиной все это идеально для всех причем дальше тыква изумительная вещь тыква там тоже соли калия вот так вот да еще хочу сказать что соли калия при термической обработке если вы будете варить что-то бесполезно поэтому только в сухом виде и в замороженном абрикоса можно даже просто замораживать как я я прямо в джем превращаю ну как перемалываю у меня получается такая масса и я прям в пакет эту массу и в несколько пакетиков и в холодильник все и потом это получается свежий абрикос у меня так делаю а сердцу что еще сердцу нужен я как-то рассказывала сердцу нужен магний дорогие мои да сердцу нужен магний его знаете где много в отрубях в гречневой кашке вот вот там много магния в свекле в морковке много магния а где еще магния много зеленые все листики даже вот эти свекольные листики которые мы выращиваем о там огромное количество на подоконнике то чтобы с вами выращиваем от свеклы вверх срезаем и кладем в водичку вот так и поливаем брызгаем не прям воду а так чуть-чуть и каждый день брызгаем 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 и вот у нас это верхушечка от свеклы дает листики вот в этих листиках огромное количество магния здесь зеленый салат это и шпинат это и латука зелень везде и петрушка петрушки очень много магния в рукколи черная смородина и грецкие орешки вот это просто просто еще миндаль но миндаль сейчас чаще всего обрабатывают поэтому с миндалем будьте осторожней вот так а еще знаете что кверцетин я за него как-то рассказывала для сердца нужен кверцетин мы даже записывали с вами и я говорила что это один из самых 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 сильных антибиотиков вот он кстати и отвечает за цвет некоторых овощей и фруктов такая ярко-темно-синяя окраска что у нас имеет вот там есть кверцетин черника ежевика бузина черная имеют что еще в инжире в баклажанах ну и во многих других красный виноград да в нем кверцетин есть потом сине-пурпурные оттенки овощей вот почему такой цвет потому что в них есть кверцетин запомнить вы знаете каротин это оранжевый а кверцетин вот это вот как раз хотела сказать черно-фиолетовый слива это кверцетин значит там есть ну так что он делает он защищает клетки сердце и организма в целом от свободных радикалов от воздействия но больше всего кверцетина конечно в бузине она даже такая как красящее вещество здесь у нас растет бузины огромное количество там знаете сколько даже вообще какое-то невероятное большое количество кверцетина в бузине дальше если лук покупаете старайтесь покупать красный лук у нас на южной украине выращивают красный лук замечательнейший лук и вот очень важно при лечении сердечно-сосудистых заболеваний вот поэтому и правильно питаться что нужно брать нам откуда-то магний они покупать то что вы покупаете это все ерунда синтетика пустышки уже доказано что это все пустышки а именно из живого только из живого вот и все всегда на столе должны быть сорта яблок красные но зеленые тоже хорошие но я их обычно в шарлотку красные сорта хотя знаете я и golden очень люблю но полезны именно вот такие красные потом если сливы такие черные цитрусовые виноград черный красный отличный клюкова черника черная смородина ежевика вишня что еще черноплодная рябина она очень полезна у кого проблемы с давлением вам хорошо будет черная вот это вот как раз черноплодная черни рябина еще знаете что красный лук красный перец там кварцетина много и острый перец чили также капуста брокколи вот как я уже с чего начинала я начинала с фасоли стручковый зеленый спаржевой фасоли вот там много кварцетина шпинат и просто ростки ростки проращивайте все проращивайте фасоль проращивайте чечевицу проращивайте семечки подсолнуха проращивайте кушайте как проростки вот так вот ну что не забывайте еще и о жирных кислотах омега-3 тоже сердечко особенно в морской рыбе скумбрии и сельди вот я говорю скумбрия скумбрия и тунец и сельди ты универсальная рыбка просто универсально укрепляет сосуды но еще я отдельно вообще-то покупаю я еще и отдельно покупаю дорогие мои рыбий жир в жидком виде но иногда конечно и в капсулах но капсулы не есть хорошо а вот жиденький рыбий жир и давайте это обязательно деткам обязательно но я люблю вас будьте благословены же и ваши близкие пусть ваши сосуды сердечко и пусть ваши родные близкие будут здоровы вы это то чем вы питаете их и себя вот это и есть вы а я а я пойду готовить ужин наверное вкусный супругом сейчас разведем костер камин сядем потрескивают дрова включим какую-нибудь комедию или просто какой-то интересный фильм и будем наслаждаться я люблю вас пока пока пока